Редактор субтитров А.Семкин Моногород, автомобильная столица, центр химической промышленности. Таков Тольятти в глазах россиян. Но за стенами заводов и предприятий гигантов кипит разнообразная и насыщенная жизнь. За мной зритель, и я покажу тебе творческий ландшафт города, его культурную панораму. Меня зовут Ирина Грумеза. Добро пожаловать в другой Тольятти. И вот уже 15 лет я тащу из себя этот босс. Не ради себя тащу, а для детей. Сколько сил я изобретала. Дети – моя надежда, а внук – мое оправдание. Художник Сергей Александрович Алимов, народный художник, он был невероятно точным, невероятно богатым на эмоциональные персонажи. Его куклы, они имеют четко выраженную судьбу и характер. Прошу, не доводи дело до суда. Не позволь семью. Я никогда тебя ни о чем не просила за всю мою постыдную жизнь с тобой, с пьяницей, с развратным. И сейчас я из-за тебя прошу за детей. А что ты хочешь? Что тебе надо? Стоп! Ты знаешь. По всей жизни своей я очень сильная женщина. Поэтому мне было как бы не так трудно прожить то, что я проживаю в этом спектакле. Я бы хотела, чтобы я в зрительном зале нашла понимание, отклик. Потому что эта женщина все делает для своей семьи. Отравить преступника мужа, дать взятку чиновникам, отобрать внука у матери. Васа Железнова, преуспевающая владелица судоходной компании, готова на все. Историю героини знаменитой пьесы Максима Горького рассказывают актеры театра «Колесо». Вы знаете, мне так повезло в этой жизни, что я в трех васах Железновых уже работала. Я работала в первом варианте, играла Людмилу в молодости, сразу после института. Потом мне пришлось сыграть Рошель, а теперь наконец-то я дошла до васы Железновой. Поэтому горьковский материал мне близок, и эмоции горьковские тоже мне близки. И с режиссером мы сразу нашли общий язык. Режиссер спектакля «Васса», известный российский театральный деятель, преподаватель студии МХАТ и ГИТИСа Михаил Макеев. Михаил Дмитриевич Макеев создал спектакль уникальный, смелый, сильный, тонкий. И сумел в этот спектакль увлечь не только профессиональное мастерство, но и европейские театральные приемы, потому что за его спиной достаточно много работ за рубежом. Более того, он неоднократно являлся победителем ряда международных фестивалей, работал и в Европе, и в Чикагском театре. Я считаю, это большая удача для театра. Мне кажется, он внес новые ноты в театральную жизнь нашего города. В постановке Михаила Макеева классический текст Горького начала 20 века сочетается с современными выразительными средствами. Все пространство и персонажи словно из двух разных эпох. Так необычно нам предложил этот мир, в котором мы существуем. Собственно, у меня роль-то небольшая, но я играю мужа в первой сцене, и потом меня нет, обо мне только говорят. Но то, что здесь нафантазировали ребята с режиссером, то есть и со мной тоже в какой-то мере, мне это устраивает, это любопытно, это интересно. Она более сориентирована на какие-то такие отзвуки молодежные. И сегодня, и тогдашнее время, и сегодняшнее, оно очень переплетается через молодежь. Это мне понравилось. Органично все переплетено. Всякие такие интермедии, пластические, и не только пластические, они притягивают внимание зрительское, мне кажется. И он очень внимательно начинает следить за всем тем, что здесь происходит. Это подкупает. В этом есть какая-то интрига такая хорошая, которую вот режиссер владеет. Ну, конечно, это очень такое для меня новшество, я бы сказала, да. Потому что я все-таки привыкла к классике горьковской, да. А здесь, конечно, это такая вот новая тема, но... И я долго не смотрела, что происходит на сцене, потому что режиссер работает этюдным методом. Я как бы... Мне это непривычно, как профессиональная актрисе. И я не наблюдала за этюдами. Но когда я целиком увидела все это, ну, увидела не из зрительного зала, а, конечно, из-за кулиси, мне это было интересно. Это действительно новаторство. Я играю Наталью, это старшая дочь Васы. Те обстоятельства, в которые она попадает, те исходные события, то, что ей двигает, по сути, это все можно перенести на сегодняшнее время. Смерть отца, невнимание матери, не знаю, садом, который творится дома, желание уехать, стремление к какой-то чистоте. Ну, как бы это перекликается и с нами сегодняшними. Только Васа, несмотря на старомодную речь, кажется, принадлежит одновременно и прошлому, и настоящему. Тема сильной женщины, бизнес-леди через сто лет звучит еще актуальнее. И вот уже 15 лет я тащу из тебя этот босс. Не ради себя тащу, а не детей. Сколько силы я ей спрятала. Дети – моя надежда, а внук – мое оправдание. Но надежда тает на глазах. Сын Федор смертельно болен. Младшая дочь Людочка не в себе. Старшая Наталья спивается. Да и в стремлении сохранить и приумножить миллионный капитал для будущего поколения, времени на это самое поколение у Васы попросту не остается. Тут есть какая-то философия. Бренности, что ли, существования человека. Сильная личность. То есть все, что нужно было ей в жизни осуществить, она, собственно, сделала. Это я говорю о Васе. А смысл, то есть продолжение, она не видит продолжение. В ком? Вот в тех людях, которые после нее останутся, она не видит. И вот она терзается, бедная, и не знает, как душу-то свою примирить с этим. Ну, четыре кита, самое главное – любовь, семья, секс, деньги. Сегодня деньги вышли на первое место. А актуальность в том, что главное – это семья. Вы знаете, и когда мы сыграли с дачи спектакля, мы сделали несколько показов на зрителя. И выходили женщины и говорили, это про мою семью. Это все. Весь ответ. Кукле есть что-то мистическое. Она погружена в пространство, видна со всех сторон, двигается как живое существо. Так говорил автор этих работ, народный художник России Сергей Алимов. В Тольяттинском музее актуального реализма открылась выставка в память о нем и его творчестве. 20 лет Сергей Александрович был главным художником-постановщиком Государственного театра кукол имени Сергея Образцова. Оттуда и привезли эту экспозицию. 40 уникальных авторских персонажей, героев спектаклей, известных в России и за рубежом. Здесь Винни-Пуха, Пятачок, Дон Кихот и Санчо Панса, знаменитые куклы из «Пиковой дамы». Рядом с каждой – эскиз Алимова. Так зрители видят задумку и ее воплощение. Художник Сергей Александрович Алимов, народный художник, да. Он был невероятно точным, невероятно богатым на эмоциональные персонажи. Его куклы не то, что имеют характер, они имеют четко выраженную судьбу и характер. Поэтому тайна обязательно есть. И они ведут себя по-разному. Например, «Пиковой дамы», «Мистическая история» по сути своей. Эти куклы живут вообще своей жизнью. Приходишь утром, а у нее совсем другой наклон головы. Такое настроение у нее. Сергей Алимов создавал не только кукол, но и декорации к спектаклям и макеты афиш. А начинал свой творческий путь он с анимационного кино. Его дипломная студенческая работа «Сатирический мультфильм для взрослых. История одного преступления» стала яркой заявкой молодого художника. Этот анимационный фильм режиссеру Федору Хитрука отметили премией Министерства культуры СССР и международными наградами. Но наибольшую популярность Сергей Алимов получил как папа Бонифация. Именно так его прозвали, когда на советские экраны вышел знаменитый мультфильм. Я была даже на том самом благотворительном вечере, когда он рассказывал по историю создания Бонифации. То есть я еще можно сказать, застала его. Это было на сцене театра «Колесо» лет пять, наверное, или шесть назад. Добрый, абсолютно такой приятный в общении человек, интеллигентный представитель вот такой московской интеллигенции художественной. Он сам был очень похож на Бонифация, и мы с удовольствием с ним фотографировались. Также Алимов – известный иллюстратор русской литературной классики. Особенно часто он воплощал в рисунках сцены произведений Гоголя, Салтыкова, Щедрина, Булгакова. В Тольяттинском музее в трех выставочных залах представлены фрагменты из «Мертвых душ». Сергей Алимов – очень большой друг был нашего музея. К сожалению, в 2019 году он ушел из жизни, но в течение многих лет он шел вместе с нами в создании музея. И мы имеем 40 прекрасных иллюстраций. Одна из лучших его классических работ в книжной графике – это шелкографические листы с иллюстрациями к поэме Гоголя «Мертвые души». Мы впервые в Тольятти полностью демонстрируем эту прекрасную серию иллюстраций. И любители и русской классики, и русского изобразительного искусства, конечно, будут счастливы увидеть эти гротескные, острые, очень необычные иллюстрации, за которые художник получил международное признание, различные призы и награды. Я пришел сюда без каких-либо представлений о том, что здесь будет. Меня сюда привели друзья. И я вижу здесь огромное собрание эмоций. Ты приходишь, видишь эти картины, видишь эти куклы. И они рождают внутри что-то приятное и теплое. Ты видишь эмоции на куклах и думаешь о том, это же кукла. Однако они выдают эмоции больше, чем реальные актеры порой. Я рекомендую прийти сюда всем, кто хоть немного интересуется театром, искусством, ну и кукольным театром в том числе. На сегодня это все. Мы увидимся с вами ровно через две недели. Место встречи – другой Тольятти.